А у нас в студии настоящая американская жена, певица, бывшая участница скандального дуэта Тату, ну а сегодня заботливая супруга Лена Катина. Лена, здравствуй. Ну здравствуйте. Во-первых, не американская, а славяно-сербская. Почему? Это по национальности мужа, да? Да, да, славяно-сербская теперь жена. А во-вторых, да, здравствуйте всем. Спасибо большое, что ты пришла к нам в гости. Тем не менее, несмотря на то, что ты славяно-сербская жена, ты вышла замуж за американцев. Но приоткрою нам небольшую завесу тайны. Вот как ты с ним познакомилась, чем ты его покорила, он тебе наверняка говорил, потому что мы не ожидали, что раз и добрый вечер. Я как раз только-только переехала в Лос-Анджелес и начала заниматься сольным проектом. Ну как-то так пересекались, я несколько раз была на его концертах. В какой-то момент как-то вот так почувствовали какое-то такое вот увлечение. И через месяц я к нему переехала, и вот сегодня мы уже вместе три с лишним года. Расскажи, пожалуйста, насколько велика разница в менталитете? Чего не стоит делать? Как ты думаешь, когда ты встречаешься с американцами? Что касается взаимоотношений, мне кажется, американцы вот именно в быту, они немного, ну, пофигистически что ли относятся. Но в то же время и требовательно, мне кажется, вот ко внешности, как девушка выглядит. То есть дома вот ты не будешь ходить сутками в пижаме. Потом я знаю, что, например, у них обязательно кольцо, которое engagement, да, при обручении должно там стоить не меньше, чем там 10-месячных зарплат. То есть ты спрашиваешь, сколько оно стоит? Или ты, если ты проверишь, ты знаешь, сколько оно стоит? Нет, ну, слушай, ну это же видно, когда ты видишь, там такой вот прям брульян сверкает. Ну, то есть это реально, это их обычай. Они очень долго готовятся к этому важному шагу вступления в брак и, в принципе, достаточно удовлетворены свободными отношениями. Ну, и, в принципе, достаточно поздно это делают, мне кажется. То есть там сначала карьера, карьерный рост, потом уже семья, дети и все остальное. Но, тем не менее, отвезти любимого под венец все-таки возможно. И у Лены это получилось. Свадьба и венчание проходили в Москве. Я думаю, тебе тоже будет интересно еще раз вспомнить тот самый день. Звезда, чьи песни покорили мировые хит-парады, замуж выходила почти по-домашнему в окружении самых близких людей. После венчания молодожены отправились в один из лучших ресторанов Москвы. По традиции праздник должен был открыть первый танец влюбленных. Но так как семья творческая, танец заменили песней в совместном исполнении. После тостов и горячего гостей ждала шоу-программа, а также мастер-класс по зажигательным бразильским танцам. Ну а потом на танцпол сбежались все незамужние подружки, чтобы поймать букет невесты. Лена, давай! Катей, Лена, Лена, давай! Давай, подожди! Когда пришло время десерта, гости замерли от восторга. Свадебный торт украшали мини-копии жениха и невесты. В какой-то момент сахарных уст Лены Сашо показалось недостаточно. И он решил продегустировать кондитерского двойника супруги. Искренне порадовалась за Лену Катину и пожелала ей семейного счастья и головокружительного успеха Валерия Майорова. Новости пятницы. Действительно интересно, скажи, особенно приятно вспомнить тот день, который, я надеюсь, ты будешь помнить один до конца. Да, да, абсолютно. Для меня это очень важно, и поэтому, собственно, мы венчались, что я знаю, что это на всю жизнь. И наверняка твой муж слышал о дуэте тату или нет? Вот расскажи, как тату участвовала в вашей семейной жизни, свадьбе и так далее? Так вот прям близко он меня узнал, когда я уже начала заниматься сольной карьерой. И, конечно, ничего там ни за, ни против тату он не имеет, он меня воспринимает не как вот Лена Катина, певица, там, артистка. Да, солистка тату. Да, просто как человека. Это интересно. Я уверен, что я прав в том, что, во-первых, уже твоя сольная карьера идет прекрасно, и она будет идти еще лучше. Ой, я надеюсь. Но так же, как и Дженнифер Энистон, всегда будет вспоминать свой великий сериал «Друзья», и это неплохо. Так же ты всегда будешь вспоминать группу тату, правда? И до сих пор люди думают, а вдруг, а если, а почему, а как-то, а вы соединятся или нет? Вот расскажи, что происходит, потому что слухов очень много. То вы ссоритесь, то вы меритесь с Юлей Волковой, то вы выступаете вместе, то вы не выступаете вместе. Расскажи, что сейчас происходит с группой. Мы очень долгое время не общались вообще. В ссоре были или просто не были? Нет, дело даже не... нельзя сказать, что мы поссорились. Мы просто вот как-то разошлись в разные стороны, и в течение достаточно долгого периода времени мы не общались совсем. Да, но мы уже знаем, что группа тату после очень долгого затишья все же выступила в прежнем составе. Лена Катина и Юля Волкова спели свои хиты вместе прошлой зимой в Румынии. Посмотрим, как это было. В декабре прошлого года тысячи фанатов группы татуры дали от восторга. Лена Катина и Юля Волкова вновь надели короткие юбки, взялись за руки и спели всеми любимые хиты. Чудо случилось на записи финального выпуска румынского шоу «Голос». На программу Лена и Юля были приглашены в качестве специальных гостей, поэтому судьи расслабились и наслаждались выступлением вместе со зрителями и участниками. Тату исполнили всего две свои песни – «All the things she said» и «All about us». Как выяснилось позже, выступление состоялось в поддержку переиздания самого известного альбома «Татушек». Ведь с момента этой записи прошло юбилейных 10 лет. Однако в сердцах поклонников вновь появилась надежда, что Юля и Лена вспомнят о временах совместных выступлений и окончательно возродят группу «Тату». Наталья Родина, Новости Пятницы. Что ты скажешь? Это была наша первая встреча за долгие годы. И, конечно, было так как-то, ну, некомфортно, не по себе. Я не могу это назвать воссоединением, поскольку это не воссоединение. Во-первых, Юле нужна операция на связке, она скоро… Заметили. Да, она скоро будет ее делать, полетит в Германию. Мы, конечно, очень надеемся, что все-таки с ее голосом все станет в порядке. Я на 100% сконцентрирована на сольном проекте. А если мы что-то будем делать совместно с «Тату», то, ну, это, наверное, можно как-то сделать и сбалансировать так, чтобы одно другому не мешало. То есть все возможно. Ты возвращаешься в Америку скоро. Да. И что дальше? У меня почти готов альбом. Как я уже сказала до этого, только что вышло видео и сингл и на английском, и на испанском языке. И ты зовешься в Америке Лейна Катина или Эллена Катина? Расскажи мне, интересно. Ай, как меня только не называют. Элина Катина. Лейна Катина. Лейна Катина. Это для испанских аудиторий очень, мне кажется, хорошо. Да, и Эллена Катина. Ну, в основном Катина. Вот постоянно. Мисс Катина. То есть вот мисс Катина. Мисс Катина. Прекрасно. Да, вот прям меня тоже радует. Больше всего меня порадовало, когда меня так же назвали в Словении на свадьбе. Мисс Катина. Мисс Катина. Я такая, а, Катина. Ну, что я вам хочу сказать, мисс Катина. Да. Мисс Катина. Мне было очень приятно разговаривать с тобой. Серьезно. Очень. Я бы даже хотел, если бы у нас была гитара, если бы я умел петь, например. Так, зачем тебе уметь? Я умею. А что поем? Все, что угодно. Самую твою любимую песню, которая проходила. Любимую? Да. Самую. Thank you for loving me for being my eyes. Все, хватит. Можно я тебя обнял? Спасибо тебе большое за то, что ты пришла в нашу студию и подняла настроение всем нам, кто находится здесь, и всем нашим замечательным телезрителям. Я тебе желаю успешной сольной карьеры и, конечно же, безумно счастливой личной жизни. Будьте со мной рядом, а я с вами. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Спасибо.